здравствуйте мы начинаем вебинар активатики посвященный экологическим протестам в россии назвали его победы под давлением вебинар у нас был запланирован на 15 часов я прошу извинить меня с некоторыми техническими проблемами мы вышли позже но сейчас мы начинаем я прошу всех присоединяться меня зовут юлия фазрахманова я журналист активатики и одновременно это активист участник инициативных групп волга и народ против и защита казанкина гаврилова в татарстане а вот и сегодня я хочу скажем так под конец года проанализировать самые такие интересные самые яркие самые наверное запавшие в душу ситуации последних лет чтобы понять в конце года принято подводить итоги до чтобы понять как нам с вами это активистам лучше и успешнее с меньшими потерями может добиваться побед и в то же время на какие моменты но нужно обратить внимание и сегодня презентация подобрана таким образом что в принципе многие ответы будут очевидны они просто будут видны на фотографиях тех кейсов тех ситуация которых я буду рассказывать первая часть в первой части я расскажу о тех двух природоохранных проектах которыми я занимаюсь в татарстане не только я естественно с инициативными группами а потом я проанализирую такие вот самые интересные кейсы последних лет в россии которые прогремели фактически на всю страну вот и сейчас мы 2 кейсы республики татарстан это битва за волгу как мы его назвали и это защита гавриловской рощи вот этими двумя кейсами я хочу иллюстрировать такой тезис что локальные действия помогают не только спасти какую-то природную территорию локально но и вносит большой вклад в решение глобальных проблем хотя казалось бы как конкретная защита конкретного места может обернуться защитой допустим больших природных территорий но в татарстане так и вышло эта ситуация длилась 2014 года и крупный застройщик по слову казань решили взять порядка территорию порядка двух тысяч гектар из них 500 гектар это были такие мелководья острова полуострова и построить на этой территории 300 тысяч квадратных метров элитного жилья предварительно засыпав волгу представляете проект был честно говоря ужасен потому что там предполагались даже бассейны для покупателей на том месте где до этого сельские мальчишки девчонки купались на мелководьях люди возмутились и пять лет продолжалась эта борьба и только вот в этом году в конце прошлого года вернее она закончилась победой причем такой победы которые может быть даже сначала не ожидали выходя за свою территорию потому что вместо защиты только этой как бы локации удалось запустить скажем так и придать скажем так большой импульс проекту создания особо охраняемой природной территории природного парка на всей волги в татарстане практически то есть защищая локальную территорию люди запустили сдвинули такие процессы и включились ученые сначала сделан был проект природного парка на небольшой территории и потом он вырос в 15 раз и фактически сейчас удалось таким образом вот этим статусом опт защитить всю волгу и все мелководье волжские острова полуострова в республике татарстан практически все и локальный протест привел к созданию речного заказника в масштабе всего региона но вот то что я говорю о фотографиях вы видите люди вышли к федеральной трассе m7 сзади стоят фуры то есть люди перекрыли две полосы движения не целиком но автомобилисты сами стали останавливаться сами стали бибикать сигналить в знак поддержки и вот так вот выглядела блокировка барж то есть до нескольких десяток лодок выплывали просто блокировали баржи люди поднимались на зем снаряды которые засыпали волгу это такие суда иногда даже в плать один раз пришлось людям прыгнуть и они просто доплыли до этого судна и залезли представляете на его борт и вот когда мы смотрим эту ситуацию до тысячи человек протесте перекрыли две полосы федеральной трассы m7 брали обратно абордаж туда ведущий нам проводили сходы каждую субботу с весь весенний и летний период 2014 года на каждом сходе было от 30 до 80 человек то есть понятно что по сигналу тревоги могло выйти до тысячи вот и такие случаи несколько таких случаев были и публикации об этом были во всех федеральных сми мы взаимодействовали с группами активистскими из разных регионов из москвы выносили на международную площадку в том числе проект особо охраняемой территории мы ее демонстрировали на крупнейшем международном форуме эко тех москве к нам приезжала защитница химкинского леса евгения чирикова за что я очень очень благодарна потому что она помогла просто вдохновить людей которые уже несколько лет до этого были в протесте второй случай это защита небольшой относительно 85 гектар гавриловской рощи в городе казани это пойменный лесопарк на берегу реки казанки вокруг высокоплотная жилая застройка и эту рощу решили тоже застроить дорогостоящим высотным жильем защита началась с 2016 года когда часть рощи все-таки ее уничтожили под никому не нужную парковку фифа то есть просто отхватили 4 гектара и забетонировали я сама была там мы трое суток на морозе блокировали технику но у нас не хватило сил нас не хватило людей и вот эта ситуация вроде в проигрышу в начале она стала таким триггером ситуации люди узнали они иск разозлились и сказали что оставшуюся большую часть рощи не отдадут опять-таки были проведены исследования это место самым чистым воздухом в казани согласно исследованию гринпис по диоксиду азота выбор сам автомобильного автомобильных выхлопа и как бы вот эта вот большая компания которая поднялась она стала тоже таким как сказать показать не то что показательным а глядя на нее люди живущие возле других природных территорий возле реки тоже начали понимать что для них это ценность они не хотят терять приличные территории отдавать их под какую-то застройку ради того чтобы кто-то получил большие деньги а люди лишились фактически доступа к воде и чистого воздуха а вот и вот такая вот волна которая пошла природоохранная активистская в казани одним из как я считаю ее последствий стало то что власти все-таки задумались пригласили международную компанию оркестра которая занялась разработкой концепции развития приречных территорий и на сегодня у них готов проект большого природного парка который включает все фактически приречные территории с сохранением большей части самых ценных мест там есть еще по гаврииловской роще некоторые вопросы но две трети территории на данный момент будет сохранено по крайней мере мерката не приехал и сказал об этом естественно жители будут добиваться того чтобы всю территорию сохранили в качестве особо охраняемой но это уже такую очень серьезный успех то есть комплексной массовой застройки там не будет там осталось еще четыре гектара у компании юит финны почему-то не хотят отказаться от застройки нашей рощи а вот и проект госпиталя который активисты предлагают все-таки заменить проектом небольшого детского хосписа потому что детский хоспис внутри природной территории вернее с края природной территории это наверное этичные хорошо а для огромного госпиталя можно выбрать другое менее ценное место и вот мы проводили исследования согласно которому сохранение зеленых сред в казани вот этих вот при речных территорий и развитие там что очень важно экологического такой рекреации то есть это не скажем так не денежная рекреация это просто возможности для людей гулять заниматься таким тихими видами спорта вот когда люди проводят больше времени на природе это снижает реально снижает анализировали многие источники смертность порядка на 13 процентов это очень серьезный показатель вот и вот так вот выглядит один из элементов компании это живые цепи некоторое время назад делали такое исследование для компании общественное движение и татьяна честина они делали исследование эффективности вот этих живых цепей это кстати очень интересная форма то есть люди вы видите стоят без плакатов без всего но при этом видно что это вот жители видно их лица видно их численность видно что вот вот здесь вот бабушки дедушки дети все они здесь гуляют они пришлись там с колясками с велосипедами со всем 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 и вот от этого очень сложно отмахнуться вот и опять-таки каждый каждый кейс о котором я сегодня говорю я анализирую с точки зрения вот кратких таких синапсов эффективности возможно вы сможете что-то из этого подчеркнуть тоже для себя то началась говорилось короче сначала блокирование техники потом масса массовая поддержка за четыре года проведено около 60 встреч ни одна из них не согласовывалась принципиально то есть мы просто приходили и делали вот такие вот праздники встречи субботники были три живые цепи 15 сходов для собирали подписи 8 экскурсий вместе со специалистами в том числе и тому же агентству оркестра которая занималась развитием времени развитие на создание протяге мы тоже показывали территорию различные детские праздники каждое из этих мероприятий от 300 неправильно от 30 до 300 участников каждой встречи и у нас был международный резонанс это еще после блокирования том числе new york times написали потому что мы хотели делать пикет во время приезда чиновников и по инфантино нас всех задержали и благодаря тому что нам не дали постоять плакатом об этом узнали международные сми и это тоже как бы стало весомым таким моментом и что очень важно вот в каждом из этих есть мы всегда проводим исследование мы подключаем ученок для того чтобы действительно обосновать ценность природной территории сделать проект особо охраняемых природной территории регламенты каким образом эта территория может использоваться на так чтобы она не была слишком сильно подвергнута такому антропогенному воздействию потому что даже любящие люди ее и гуляющие могут причинить какой-то вред да и надо думать как это делать очень бережно и экологично вот и я выделила анализирую вот эти вот наши компании несколько компонентов как действовать чтобы побеждать я думаю что каждый кто был и находится сейчас в протесте может дополнить это и можно принципе и в комментариях потом писать если у вас есть вопросы или есть ли у вас есть какие-то мысли пообсуждать чтобы мы вместе еще над ними смогли и после вебинара поработать подумать по отвечать вот но мне кажется компонентами таких эффективных компаний это создание местного сообщества с вовлечением жителей это команда образования внутри этого сообщества это очень важно чтобы в группе было несколько лидеров это залог фактически безопасности этих лидеров демонстрация массовости протест это не обязательно плакаты и митинги на просто власти должны видеть что территория важна многим людям живые цепи тоже прекрасный пример поддержка местных депутатов самоуправление в нашем случае на волге глава местный районной администрации не районной даже поселковой администрации он выступил формальным заказчиком проекта особо охраняемой природной территории еще первого проекта и это тоже было важно проект создания то что я говорю природного парка разработаны учеными то есть настоящее исследование общение с лидерами и активистами других протестных групп это то что я говорю очень важно не вариться как сказать в собственном соку не думать что вы в вакууме другие люди тоже сталкиваются с похожими вызовами на своих территориях и общение иногда может дать очень много и напрямую и просто мотивировать медиаподдержка и петиции в частности активатика это тот медиаресурс который всегда пишет активизме если действительно есть такие местные инициативы человеческой истории и еще также я советую использовать ресурс чейнджорга который помогает сделать фактически большой охват аудитории допустим в моих петициях по гавриловской рощи и по волге каждая из них собрала 40 и 60 тысяч то есть совместно а это в принципе очень близкие кейсы 100 тысяч аудитории которые вы можете рассказывать новости я знаю что допустим у петиции челябинского гока там более 300 тысяч то есть вот такие вот такую большую аудиторию позволяют петиции создавать и одновременно они позволяют обращаясь к людям просить их чтобы они направили какие-то письма заявления жалобы в органы власти которые должны реагировать когда бывает массовая рассылка жалоб и запросов то обычно реагируют быстрее и опять таки не оставайтесь если у вас региональный кейс мне и для нас это тоже было важно вынести как мы это называли проблему из татарстана то есть из своего региона вытащить в москву или на мировой уровень конференции вот моих случаях мы участвовали в международной конференции выставки вернее эко тех москве два раза и привозили как бы проект сохранения рек такой интерактивной форме на фестиваль науки Коперник в Варшаве участвовали в программах фонда других то есть изучали как действует в разных странах и сами рассказывали про эти кейсы протесты в россии у меня остался англоязычный слайд 4 горячие точки вот последнего времени о которых я буду рассказывать и они будут дальше речь идти и я хочу сказать здесь об исследовании которые делал и делает сейчас российский социально-экологический союз это исследование этого давления как с которым сталкиваются и как активисты и по итогам этого мониторинга за 11 месяцев 2020 года был дефектирован 154 эпизода давления на порядка 429 активистов 25 регионов и сейчас я показываю я специально так подобрала картинки чтобы вот очень очень было наглядно можно можно даже спрашивать кто победил глядя только на эти картинки не знаю ничего ситуации хотя естественно об этих ситуациях знает вся россия это шиес это фактически трехлетнее противостояние и вот вид видно челк полиция и люди сколько людей по моему вот из этой картинки уже становится ясно что здесь здесь победа вот и дальше детали здесь тоже здесь не противостояние но видно сколько людей приходят оборудованный лагерь в течение трех лет акции солидарности по всей стране судебные дела инициированные защитниками в отношении технопарк это тоже очень важный компонент не только как бы отбиваться но и самим идти в суд и доказывать что застройщик или когда сторона они юридически не правы были возбуждены уголовные дела в отношении пятерых защитников шиеса здесь приводится не буду все читать вот то есть воздействие было очень серьезная на людей но люди смогли люди выдержали держали этот лагерь и до сих пор и по уголовным делам двое получили реальные сроки одно дело идет двоих оправдали следующий кейс это разрушение священной горы куштау для добычи соды башкортостан вот тоже картинка очень наглядная смотрите вроде людей кажется как будто немного но они ведь присмотритесь опоясывают цепь у них там и колючая проволока и укрепления да и на них идут вот эти вот космонавты и куштау удалось защитить это был проект по разработке гор который содержит известняк большим содержанием соды в интересах байска сода в башкортостане 4 такие горы шаханы они называются они имеют статус священных сакральных для башкир и одну гору шахтау то есть это цель гора можно перевести уже срыли в советские времена и сейчас принялись за другие вот куштау это как бы та гора которая срыли это шах отец да куштау это мать вторая по величине и по количеству запасов вот этого известняка соды да как бы гора естественно на нее был такой большой интерес и бизнеса и ее отдали в разработку по согласованию с президентом башкортостана радиом хабирова а вот но вот такое массовое противостояние привело к тому что это разрешение было отозвано здесь видно еще это тоже живая цель защиту куштау и вот видно даже что люди с разными флагами смотрите я об этом потом еще скажу важна ценность того за что защищать что они защищают они какие-то другие даже идеологические там культурные национальные и прочие различия и вот опять таки из чего складывалось не менее пяти живых цепей численности от 700 до 1000 человек каждый в том числе две из них были проведены зимой а зима башкортостане это минус 20 минус 30 поддержка со стороны вот то что мы говорили местные депутаты но здесь башкортостане есть альтернативное самоуправление в районах то есть люди которых избирают сами сечами до 3000 защитников в фазе активных действий давление не менее 92 защитников были задержаны так или иначе привлекались к ответственности в том числе возбуждены сейчас на производство два уголовных дела общественная организация башкорст признана экстремистской и ликвидирована но уж там получил статус памятника природы на самой большой фазе протеста туда приехал президент региона хабиров и после этого было принято было было сформировано еще согласительная группа это достаточно был непростой процесс но в итоге уж там получил статус памятник природы а компания разработчик бск суда было национализировано так что вот здесь такой очень многим люди рисковали и очень много люди выиграли при этом и сейчас вот еще один протест он был ровно год назад в декабре две недели продержался протестный лагерь в коза под казанию он назывался диоксиново и люди протестовали против того чтобы был построен мусоросжигательный завод под казани вот и по картинке видно да уже разницу вы можете понять вот здесь допустим и здесь да то есть это картинка разгон лагеря были введены большие силы вот так вот выглядел лагерь он простоял 14 дней максимальное количество участников порядка 100 может быть с небольшим человек да во время разгона было задержано около 20 активистов которые там в этот момент находились они подвергались потом различным административным преследованием в течение года в течение года в разгоне участвовал около 500 бойцов омона и 1 гвардии то есть вот условно количество чуть больше может быть до 2 раза больше защитников и вот количество тех кто разгонял пропорции к сожалению понятно строительство завода ведется хотя естественно активисты продолжают борьбу и продолжает в том числе и в судах но вот такого большого большой поддержки тысячи поддержки жителей почему-то не получилось хотя сам лагерь очень такой интересные очень все кто туда ездил я там тоже была и вела активатики оттуда замечали что там замечательная атмосфера но вот почему-то вот так и другой пример девятнадцатый год уже защита сквером драмы екатеринбург да и тоже вот вы видите количество людей вы видите горячую фазу протеста хотели вырубить сквер рядом с драматическим театром для строительства храма святой екатерины и тоже думаю понятно а если в конкретику семь дней круглосуточного протеста четыре дня было очень плотно в том числе вы видите ночной протест на ночь люди также стоят люди не расходятся около 100 задержанных 30 арестованных которые суммарно получили 211 суток ареста одно уголовное дело пришлось вмешиваться путина чтобы остановить нагнетание ситуации и просто фактически после этого было принято решение что церковь там строится не будет но это были не только вот эти вот несколько дней в мае это были системно проводящиеся компании было огромное количество этой обнимашки сквера концерты различные акции все что возможно наверное сделали обнимали деревья и выходили туда и прогулки в общем очень много различных видов активности которые тоже привлекали большое количество людей люди понимали что этот сквер для них важен что они здесь гуляют отдыхают и они не хотят чтобы этот сквер был уничтожен и еще приведу вот пару примеров более ранних это защита парка торфянка власти на стройском районе в москве строительство храма тоже вот почему-то одна из таких тенденций когда зеленых зонах пытаются строить церкви но в казани допустим строить спортивные объекты да вот эти сейчас еще один пример будет москва петербург и екатеринбург три больших таких кейса когда спасали зеленую зону от строительства храма причем видно тоже какое количество людей участвовало и большое количество большое разнообразие различных акций здесь проводилась и этим сходно вот с этим тоже кейса кейсом это защита парка малиновка от строительства храма высоты 67 метров из огромное культовое сооружение в санкт-петербурге шесть лет длилось это противостояние это же различные различные формы и митинги и пикеты что только там не делали пока не было принято в девятнадцатом году решение о том что этот парк все-таки будет сохранен и там не будет никакого нового строительства вот и вот этот вот слайд последний скажем тогда я говорила о том как наши локальные действия влияют на глобальные проблемы из каких компонентов состоят те кейсы которые стали победой экологического сообщества и какие элементы скажем так можно использовать своих компаниях и в каких случаях наоборот вот не получилось почему тогда и еще важный вопрос так третий вопрос сейчас я посмотрю нет ли у нас на сайте еще каких-то вопросов секундочку сейчас 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 пока вопросы до вопросов я вот постом не вижу но вы можете задавать вопросы в комментариях к этому прямому эфиру даже после того как он будет закончен потому что я смогу на них ответить позже какие приемы используют власти силовики чтобы разбить протестное движение вот это вот важный момент и о нем хотелось бы как бы хотелось бы ваши ситуации тоже прочитать и я призываю комментировать сталкивались ли ваши протестное движение к защитное движение с тем что власти силовики используют какие-то хитрости чтобы расколоть буквально месяц назад я писала про конфликт башкортостане в селе кармасаклы казалось бы конфликт на бытовой и на национальной почве когда представители местного населения диаспоры что-то не поделили позвали на помощь со всей республики начали содержаться люди а их встретили силовики и было очень жесткое жесткое давление были несколько десятков задержанных и около 20 человек получили административные сроки фишка была в том что большая часть задержанных это были те самые активисты которые в свое время вернее в августе еще защищали куштау то есть была использована какая-то бытовая ситуация специально она была тиражирована через различные медиа ресурсы чтобы люди которые привыкли к взаимовыручки бросились не сильно видимо разобравшись что происходит спасать якобы своих вот и а встречали их уже силовики непонятно даже был ли там и насколько серьезным был этот конфликт но он не имел экологической подоплеки а в итоге получилось так что силовики поймали и посадили под административные аресты людей которые участвовали в защите куштау несмотря на то что гору сейчас сохранят вот такие вот акции раздробления потому что видимо поняли что такое движение сплотившись она движение в защиту куштау она вышла за пределы национального разных национальности для которых вот это вот гора и экологическая на составляющие сакральная составляющая это очень важная духовная ценность и видимо поняли что создав такой вот нас плачу сплоченная сплотившись скажем так люди смогут дальнейшем отбивать или другие какие-то проекты по изъятию природных ресурсов по нанесению урона вот и видимо поставили цель раздробить сообщество или как-то его дискредитировать поэтому такие попытки они делаются не только на стадии когда экологический протест еще зреет но часто не то что даже мстят может быть мстят и пытаются развалить структуру когда она уже достигла какого-то успеха даже крупного потому что ведь понятно что такая вот самоорганизовавшаяся структура компания сообщества победив один раз на своей территории она может побеждать снова и может помогать другим сообществом добиваться успеха поэтому различные приемы от дискредитации до вот такого вкидывания фейковой информации до стравливания всегда большое движение она она состоит из разных людей это нужно понимать и у каждого есть свои политические другие пристрастия взгляды они не обязательно совпадают и на этом могут тоже попытаться рассорить могут внедрять специально провокаторов допустим сейчас в отношении одного из активистов шиеса он же координатор штаба навального был сделан такой брос скажем так о том что он якобы распространил запрещенный клип группы ран рамштайн который был у него на странице много-много лет назад и вот это вот ситуацию вскрыли через якобы волонтера который задавал вопросы на камеру а потом все сила силовика то есть заслонного такого агента и такие вещи тоже используют и что мы можем противосто противопоставить опять-таки призываю вас писать в комментариях если у вас есть такие наглядные примеры мне кажется это команда образования это всегда понимать какие ценности вас объединяет не разы не единяет объединяет та же самая защита природы это информационная безопасность и вообще максимально широкая публичность то есть если поступают какие-то угрозы или какие-то непонятные ситуации об этом надо максимально опубличивать выходить в прямые эфиры звонить знакомым журналистам писать в своих группах и это взаимовыручка причем такая не только связаны с общей цель ценностью целью а просто в бытовых ситуациях или кто-то болеет потому что люди понимают что при том что все в сообществе разные люди которые стояли плечом к плечу и люди которые помогали в жизненных ситуациях это уже такие верные друзья что рассорить даже в кино в какую-то ложную информацию будет гораздо сложнее сейчас мы были уже 40 минут получилось в эфире вот сейчас мы будем завершать на я благодарю вас за то что вы слушали и были здесь вот и так сейчас мы попробуем делать если у нас получится секундочку и после этого будем наверно завершать так не сделаем вот тогда еще раз хочу сказать всем спасибо с вами была юлия рахманова журналист активатики активист казанских групп волка и народ против защиты казанкина гаврилова пожалуйста пишите в комментариях на какие мысли у вас натолкнула этот вебинар возможно мы сможем еще подумать что-то интересное придумать придумать какие-то формы которые бы помогали активистам добиваться компаний добиваться более эффективного и более безопасного ведения своих компаний вот и распространяйте пожалуйста этот эфир делитесь им и обсуждайте в соцсетях спасибо большое с наступающим еще раз праздниками до свидания